Из-за прогнозируемого низкого урожая зерновых культур, мельницы в Куснайской области могут остаться без сырья для работы. Об этом заявили чиновники от сельского хозяйства на совещании областного Кемати. Чтобы избежать сокращения рабочих мест на мельницах, в регионе их работает больше 70, мукомольным предприятиям предлагают закупать зерно за пределами области. При этом им рекомендуют поторопиться, пока не взлетели цены. В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, стоимость пшеницы выросла на 60% и составила 75 тысяч тенге за тонну. Цена муки возросла на 28%. Сейчас ее продают от 105 тысяч тенге. Хочу для сравнения проинформировать по сбору зерна в соседних областях нашей страны и Российской Федерации, в которых убраны такие же площадят примерно 15-20%. В южных регионах Российской Федерации на границе с нами также наблюдается засуха и средняя урожайность меньше, чем в прошлом году. Так, в Челябинской области урожайность составляет 11,4 центера с гектара, в прошлом году составляло 15 центера с гектара. В Курганской области 19,6 центера с гектара, в 2018 году было 26,3 центера с гектара. В Оренбургской области в текущем году на уровне прошлого года 9 центера с гектара. Кузнайские мельницы в год, согласно статистике, перерабатывают до 2 миллионов тонн зерна. Это около 40% от общего объема производства товарного зерна. Пшеницы в среднем область собирает 5 миллионов тонн. В прошлом году средняя их загруженность составила 43%. Помимо этого в регионе работают 4 цеха по производству макаронных изделий мощностью свыше 20 тысяч тонн в год. Их загруженность 79%. Сегодня им всем нужно сырье. Не должно быть паники. Сейчас у нас как руководитель? Ой, в этом году засуха, зерна нет, я людей сокращаю, отправляю всех без содержания или увольняю. Этого мы не допустим. Я вас предупреждаю. Штаб сегодняшний день мы создаем под председательством Гаву Сушанча Нурмхамбетова, первый заместитель Акима области. Он будет курировать. За эти годы то, что вы заработали, накопили, как говорится, запасы. Теперь надо потихоньку работать. Да, не будет, может, загрузки у вас на 70-80%, как раньше, но на процент 30-40. Надо сохранить. И наша задача вместе с вами в ближайшие 10 месяцев, там, 11 месяцев пережить до нового урожая 2020 года. Уже сейчас, согласно официальным данным, наблюдается снижение экспорта зерна. К примеру, за 7 месяцев текущего года на 43% снизились поставки муки в Афганистан. Отправлено на лишь 208 тысяч тонн. На 52% в Узбекистан и Туркменистан. Теряют регионы рынки сбыта муки. Если в 2016 году мы отправляли на экспорт муку в 11 стран, то сегодня их осталось 8. Что касается хода уборочных работ, то в регионе сейчас убрано почти 16% площади поселов. Намолочено 303 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 4,8 центнера с гектара. Планируется, что регион соберет 2,7 миллионов тонн пшеницы. Хамзан Урпиисов и Татьяна Калюжная, РТН.